Данное видео создано в развлекательных целях, всё показанное сегодня по-другому. Трэээ! А мне семечек! А мне! А вот тут неплохая кормилица, брендовая куртка висит какая-то. Но меня интересует то, что внутри вот этих баков. Давайте осмотрим. Дима пока проверяет брендовость и платежеспособность вот этой куртки. А я посмотрю, что в бачке по находкам, по электронике. А кстати, ребятки, всем здравствуйте, с вами Расхититель Помойки. И это вторая серия с выпуском, где мы стремимся заработать как можно быстрее 100 тысяч рублей. Ну что, Дим, рассказывай, что по брендам? Кожаная обувь, ботиночки. Ну такие, может, рублей за 100 отлетят. А ты мне лучше курточку покажи. Пиджак. Ух ты! Не дешёвый, походу. Хайберленд. Эксклюзив. Ну, походу, да, на заказ шили. Свадебный. Ну, короче, набор бизнесмена. За 100 рублей продадим. О, так это фирма Мех. Ребят, дорогая фирма. Подобные куртки в интернете стоят вот столько. Слушайте, ну неплохая. Рублей за 400 отлетит. Или Дима? Её надо оставить мне. Ребятки, у меня уже удвоенная корзина для того, чтобы она не сломалась. Потому что помоечка меня порадовала точно такой же корзиной для белья, чтобы я складывал находки. Вот, подъехали к загородной кормилице. И давайте же её осмотрим. Кстати, сразу вижу какой-то вынос с хаты. О, нифига себе. Беларусь. Смотрите, какой набор. Из Минска это презент, из Белоруссии. Вот, чашечка и блюдцы. Обалдеть. Цена даже вот написана, но её не написали. Блин, ну хоть что-то поднял с этого выноса с хаты. Вообще, помойка, конечно, радует находками. Но собирать их и продавать реально... От души. Боняни? Вот это я люблю. Спасибо большое. Слушай, ну давай, я тебе подгончик сделаю, раз такая тема. Сейчас, у меня есть маркер. Да, в принципе, что вот это вот... Всё, держи. Передаю привет своим друзьям. Окей. Ну, спасибо большое, блин. Умнём-нём-нём-нём-нём-нём-нём-нём-нём-нём-нём-нём-нём-нём. Дима, бери банан. Не, не хочу. Угощайся. Чё, кормилица? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Капец, у меня велик тяжёлый. Смотрите, Дима с этой тумбой ездит. Ну, а чё поделаешь, блин? Надо же домой тумбочку как-то увезти. Где тебя вынецить хат? Где находки все? А? Смотри, надо. Она тяжёлая. Ничера себе, так там как будто что-то есть. Ага. Так, всё там такое. Ебонь! Да ну нахер, прикинь, одноразок. Очень много. Ебонь! Целая коробка. Это же кто-то копил. А где она была? Она вот здесь лежала. Нифига, так это кто-то выставил походу, чтобы не выкидывать. Ну, типа хотели утилизировать, наверное, бачок с батарейками. А бачков с батарейками-то нету. Капец, ребят, так тут очень много разных вообще одноразок. Вот стоит психичка. Да, стоит психичка. И они все стоят психичкой, заряжаемые. Так тут однораза килограмма три, наверное. Сколько их тут штук вообще? Мы, если что, по 20 рублей их продаём. Блин, охренеть, их тут очень много, ребят. Дим, попробуешь хоть одну? Я не парю. А? Ну так тягу сделай, светится, не? О, они ещё и рабочие. Охренеть. Вот это да, вот это я понимаю. Помоечка дала. Ящик одноразок. Так, ну если по 20 рублей за штуку, да, то тут, наверное, где-то тысяча рублей здесь, если по 20 рублей за штуку. Нифига себе, какая красненькая. Металлическая как будто. 4 тысячи за тяжек. Капец, все топовые одноразочки. Я в шоке, ребят. Это ж кто-то столько денег на них потратил. Кошмар. Так, ладно. Чё у нас тут ещё? А, по одноразкам. Тысяча рублей в копилочку. Тюк-тюк, кормилица. Ой-ёй-ёй. Интересная она. Перспективная кормилица. Как будто да... О, прикинь, сразу, сразу как будто что-то есть. О, очки для зрения. Ягуар написано, бренд. Нифига себе. Ягуар, ребят, ягуар. И вот кейс от них, ягуар. С мешочком и с тряпочкой. Вот это бомба. Интересно, это бренд вот как и машина, ягуар. Илюха, ну померяй. Видно, это брендовые очки дорогие. А это, кстати, подставка на кухню. Вот эти вот... Они для зрения. Для зрения. Они мне не подойдут. Ага. Но смотрится топово. Прям видно, дорогие очки. На серьёзного похож? Ну, похож на умного. Снимай давай. Ребят, вот этот бренд, он не дешёвый. Вот сколько примерно такие стоят очки от этого бренда Ягуар. Я их убираю в чехольчик. Проблема в том, что их, наверное, не получится продать. Потому что они же для какого-то зрения определённого сделаны. А это надо понять, кому они там ещё подойдут. Но я думаю, за рублей, может, 500 они продадутся, если постараться. Ну, бренд-то не дешёвый. Вот этот Ягуар. Это вот машины производит Ягуар. И очки Ягуар. Вот эту штуку за 50 рублей можно будет продать. Очки 500. И вот эта подставка 50. О, так вот ещё вот эта штука. Ну, это за 20 рублей. Приби-би-би-би-би-би-би. Что-то дождик начинается. В ребятке. Точнее, скоро будет. Скоро начнётся. Посмотрите, что я написал на своём ящике. Путь к 100 тысячам рублей. Вот тут первое видео будет по заработку. Итоги вот здесь. Второе, третье, четвёртое. Так, вплоть до 10 видео. Но я надеюсь, что мы побыстрее добьёмся этой цели, чем за 10 видосов. Правильно, Илюшечка? Пыцу ели здесь. А мне не оставили. Ни кусочка. О, пыца была. О, нифига себе. Это ж, ребят, кто это? Напишите в комментариях, забыл. Это ж усатый какой-то там мужик. Его как-то зовут. О, где техника? Есть тут чего. Техника там хоть чего. О, хвост какого-то крысёныша. А техника где? О, нифига себе. Чё за бренд? Пума? Илюха, походу тебе новую обувку нашёл. У тебя и Пумы вот с помойки и вот ещё Пумы с помойки. На тебя же, да? Какой у тебя размер? Это рынок. А вот такая стелка зелёная, то это уже точно Орик. Стелка. Да стелка, стелька, какая разница? Нормально ещё носки походят. Ну да, в принципе, Мерий, короче. Топовые Пумы вообще с помойки. Оно? Оно. И что ты хочешь сказать? Чуть-чуть подсмазать и вообще будет топ. Илюх, чё хочешь сказать? Помойка что? А бывает конкретно, вообще, блядь. Ой, блин. Обалдеть. Классно вообще. Чуть-чуть подсмазать. Да, видишь, это кремом надо подмазать. Чуть выцвели они. И всё, и на выход ещё одни кроссовки. Чётко. Не зря выехали сегодня уже ребятки. Помоечка денежки экономит. А мне вот подарила вот эту тряпочку. Это я камеру буду протирать. Кишка какая-то. Да тут крысиный хвост, кишка, обувка. А техника где? Даже кокос здесь есть, блядь. Даже кокос. А техника где? И подъехали кормилицы ребятки. Она почему-то закрыта. Но пин-код я сейчас отгадаю. Потому что я специалист по таким замкам. Чё-то или так, или вот так. Ты затянешься пальцем до вот этой щеколки. Всё, вот он был. Вот эти. Короче, я отгадал код. Так, что у нас в сумке? Чё по сумке? Сумка драная. Сумка пустая. Шляпа. Так, а вот здесь, мне кажется... Ай, блядь. Ай, вот тут как будто что-то есть, мне кажется. О, пакет со шмотками. Всякие тут шапки. О, нифига себе, шапка Коламбия. Но это, блин, 100 рублей смело. 100 рублей в копилочку. Коламбия это дорогой бренд. Носочки всякие здоровые тут. О, сумка вот такая. В принципе, оно молния целая. Да. Неплохая такая барсетка. Ну, короче, эту сумку тоже рублей за 50 получится продать. Шапку за 50. Ну, уже 100 рублей. О, ремень. Какой бренд? Не знаю. Но он целый, блин. Ну, это рублей 30. Он чуть-чуть вот тут драный. Так, еще ремень. Ну, короче, два ремня за 50 точно улетят. Плюс 50 рублей в копилочку. Деревянные вот такие вот ремпеля тоже покупают. Рублей по 30 за один. Даже вот эти вот пластиковые я бы себе домой забрал. Они хорошие. Короче, тут вот этих ремпелей штук, наверное, 8. Ну, посчитаем, что это 100 рублей. 100 рублей в копилочку. Так, тут я смотрю, еще что-то есть. О, Илюха. Куриная ножка. Одна? Хорошая, свежая. Одна? Не ешь только там, где я рукой брался. Одна, Илюх. Была бы еще, я бы тебе дал. О, нифига. Обувь какая-то. Прикинь, кат. Катарпиллер. Ботинки. Катарпиллер, ребята, оригинальные. 44 размер. Так это на меня. Обалдеть, кожаные. Прикинь, катарпиллеры. Да их можно за 1000 рублей продать. Они целые вообще. Ну, че, как крылышко. Обалденное. Это ножка. Ножка? Куриная. Вообще, хорошая. Укусно? Мне нравится. А я-то померяю вот эти вот ботиночки, катарпиллеры, вот эти вот, кожаные. Так реально на меня. Оп, чик, и полетел в ребятки. Но я их продавать не буду, я, наверное, себе их оставлю. Сейчас, кстати, уже сезон, можно в них ходить. Освежить можно на покраску их отдать. Да я, че, сумасшедший. Я в них по помойкам буду ходить. Какие, блин, освежить там, красить. Не, ну, они удобные, кстати, легкие очень. Нормально. Помойка обувает. Тебе сегодня нашли кроссовки Пума. И мне ботинки катарпиллер кожаные. Просто красота вообще, неописуемая. Вообще их можно было продать спокойно за тысячу рублей. Ну, как от такой обуви отказаться? Такие в магазине тысяч под десять стоят. А вот кормилица. Перспективная она. Че он там делал? Ну, че, перспектива есть? Перспектива у меня была сейчас вот голубя увидел и все. По поводу того, что же там делал голубек в этой кормилице. Пишите ваше мнение в комментариях. За самый оригинальный комментарий, за самое прикольное мнение вот по поводу голубьёка, я переведу на карту полторы тысячи рублей. Розыгрыш проведу в своем телеграм-канале. Ссылочка будет в описании, ребятки. Розыгрыш будет через пару дней после того, как выйдет видосик. На улице просто нереальный ветер, ребятки. Надеюсь, помоечка, несмотря на ветер, меня порадует. Опа. Нифига себе, какая сумка. Так это термосумка. Слушайте, ее купят рублей за 50. А, тут молния еще есть. Так, это я беру термосумочку вот эту на продажу. Так, а что тут еще? Какой-то типа свитерок. Тоже можно взять. Сковородочка, это я беру алюминий. О, нифига себе. Пока я тут рылся, тетя сюда выставила находочки с помоечки для меня. Кошелечек вот такой вот на продажу. За 50 рублей он продастся. Вообще спокойно, ребятки. О, еще вот такой рюкзачок. Так а что он, в принципе, целый. Обалдеть, целый рюкзак. Его за 100 рублей купят. Что тут еще есть? Так это полноценный вынос хаты. Вот такие клобуки. Тоже рублей за 50 купят. Вроде целые они. И там еще кожаная куртка. А, ну она дыря... Вот этот, вот видите, осыпается. Такое не купят. Оставлю конкурентам. Алюминий забираю. Вот эти клобуки. Это что, столько машинок там? Обалдеть! Обалдеть, ребят! Целый пакет топовых машинок! Да ладно! Мне не верится. Это ж, блин, столько денег. О, а это что? Мицеллярная вода, полная бутылка, ребят. Вот это купят. За 50 рублей вот эту воду мицеллярную купят. Она полная. А то, что в этом пакете, меня капец как радует. Давайте осмотрим его. Обалдеть там машинки. Вот уже, смотрите. Ребят, так это BMW. Она еще и делается в трансформера. О! Видели? Кнопку нажал, и получился трансформер. Обалденная BMW. Оп, и сложилась. Ее продать за 50 рублей можно. Дальше. Ребят, тут целая сумка топовых машинок. Вот машинка на пульте управления. Тесно пультик от нее выкинули. Это за 50 рублей продастся. Вот это вообще за рублей 100 продастся. Обалдеть, какая красивая. Вот это обалдеть! Это Бугатти. Бугатти Вейрон или как там? Бугатти Чарон. Охренеть! Какие еще такие редкие машинки топовые. Я не знаю, это какой-то внедорожник. Он абсолютно целый. И вот без крыши машинка. Обалдеть! Да сколько их тут? Они все целые. Как такое можно выкинуть было? Все металлические. И все целые. Вот на пульте Range Rover. Только пультов тут не выкинули. Вот еще. Обалдеть! А это что? Это Ягуар. Тоже металлическая. Обалдеть! Ребят, я просто в шоке. Как такое можно выкинуть? Вот еще целая машина. Взяли и выкинули целую коллекцию машинок. И все абсолютно целые. Да за эти машинки я заработаю рублей 800 точно. Поэтому 800 рублей в копилочку. Помоечка дарит транспорт. А вот это вообще самая топовая машинка. Обалдеть! Кормилица. Посмотрим, порадует ли она меня. В прошлый раз тут был крупный вынос из хаты. В этот раз какая-то вата. Может это вата для вейпа? Да нет, скорее всего с кого-то матраса. Какой-то один строительный мусор. Ничего интересного. Металлолом. Опять вата коробочки. Что за коробочка? О! Нифига себе! Это ж весы! Обалдеть! Магазинные весы. Обалдеть! Целые еще и с блоком питания. Стрих М5Ф модель. Нифига себе! Ребят, новые такие весы стоят вот столько. Но они бушные. Это с какого-то магазина выкинули. Видите, коробки вот эти вот все. Хотя это что? В магазине продавец свои трусы здесь оставил? Менял там или что? Ну, короче, просто топ находка. Я не знаю, сколько они стоят и работают ли они. Но обязательно проверю. Если рабочие, я думаю, что тысячи полторы они будут стоить. И получится их продать на Авито. Если они, конечно, рабочие. Хотя я сомневаюсь, что магазин бы выкинул рабочие весы. Посмотрим. Пока что полторы тысячи рублей в копилочку. Ребят, вы сейчас, наверное, удивитесь, но весы полностью рабочие. Вот, кладу телефон. 244 грамма с чехлом. Обалдеть! Почему выкинули рабочие? Я не понимаю. Все точно показывает. Все обалденно. Целые абсолютно рабочие весы. Вот это просто изи бабки. О-о-о-о-о-о! Там что, колбаска? А, нет, два кусочка хлеба. Блин, а я так рассчитывал на колбаску. Но, в принципе, латуневым смесителем грех не поживиться. Ведь его можно сдать и купить хотя бы одну сосиску. Латунь? Нет, дюраль, блин. Ну, это по цене металлолома покупают на металлоприемке. Это мне не надо. Мне только латунь, вот, медь, вот это все. Зачем мне этот дюраль? Он тут, он тут уже, походу, конкурент какой-то. Все перерыл, блин. Тут голяк капитальный. Вообще ничего нету. Я в недоумении. На помойке полный голяк. А? Пипец полный. Да я в шоке, блин. Обошли, падлы, вот эти конкуренты. Вот поймать бы его. А? Вот так вот бы, да? Весь район обошел. Ребятки. А теперь информация по поводу моей прошлой топовой находки из прошлого видео. Многие помнят, что я нашел телефон битый от бренда Huayomi. Модель Note 8. Так вот, у него битый экран и битая задняя крышка. Но, в принципе, телефон классный. Признаки жизни он подавал. Я решил вложиться в ремонт и восстановить его, чтобы потом перепродать. Для этого купил заднюю новую крышку и новый экран. Потратил 1700 рублей. А на помощь мне отозвался Алексей, мой подписчик, который пришел ко мне на барахолку, помочь починить вот этот мобильник. Ну, а телефоны я умею чинить. Ну, что-то такое элементарное, простое. Там, типа, на айфоне экран поменять. А на вот эти Huayomi, оно все приклеено. И для того, чтобы поменять экран, нужно специальное оборудование. А у меня такого нет. И как судьба свела? Буквально пару дней назад встретился с подписчиком на барахолке, который занимается аж целых 15 лет ремонтом. В общем, специалист своего дела. Мы с ним, короче, договорились. Он забрал этот телефон и все там вроде бы как уже поменял. Теперь Леха у нас в команде и будет восстанавливать топовые гаджеты с помойки. Ну, короче, которые рентабельно чинить. Гаджет-сервис. Ремонт сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков, компьютеров. Занимаюсь 15 лет. Серис-центр на Ставропольской 176, офис 6. Ноутбуки делаю, планшеты, телефоны. Самое главное, ребят, что по промокоду моему Штребух вы получаете скидку в 10% на любой ремонт вашего гаджета. Обращайтесь. Ссылочка в описании. Это в городе Краснодаре, вот Алексей в Сечине. Поэтому отозвался и ко мне пришел. Ребятки, вы посмотрите. Телефон полностью функционирует. Спасибо большое Алексею за то, что его починил. Новая задняя крышка и новый экран. Помоечка радует. Этот телефон теперь нам приносит деньги. Мы его используем для того, чтобы через него продавать находки на Авито. Мы сюда скачали Авито. И у нас уже целых 31 объявление. Вы посмотрите, сколько находочек из помойки у нас стоит на продаже и ждут свои продажи. Очень надеюсь, что в скором времени это все купят. Да и в целом уже много Авито доставок оформили. Поэтому помоечка дарит кэш. И связь. Нифига. Вай-вай. Какая приора. Вай. Красивая. А вот тут кормилица милая. Кормилица. Кормилица. О. Всякие макароны, крупы. Каша. Так, это мне не надо. Мне было такое что-то посерьезнее. Ты что? Обалдеть. Нифига себе. Вот это помоечка дарит. Что ж требу? Здорово, пацаны. Здорово. Я на тебя подписан. Можешь сфоткаться? Да, конечно. Сейчас только мне очередь на отстрелять. Бать, я не буду стрелять, пацаны. Не знаю, что с ним делать. Взять можно, да? Помойка вооружает. О, потик-тет-телепипи. Кормилица. Крытая она. А чё, её вывезли, что ли? Ну, не всё вывезли. Вот тут может... О, алюминий. Алюминий. Текло не попадет. Ой, уже нет. Я не знаю, это... Просто вот так держал. Я видел. Нифига себе. И оно прям взорвалось. Прикинь, ещё и руку полезло. Ну, это было красиво. Красиво. Главное, они сняли видео. Снял. А, да? Да. На канале Штребух. Штребух. Вот это момент. Это сверхъестественные силы. Пацаны, стекло надо. А мы вот алюминиевую сковородку нашли. Талу сдаёте, да? Ну да, мы технику собираем всякую. А, вы канал типа ведёте? Да, да. Я показываю, что можно найти в помойке. Ну, видишь, тут техники нет. Но зато тут есть всякие, блин, привидения. Которые стёкла бьют. Сверхъестественные силы. О-о-о-о-о-о-о-о. Ау, кормилица. Опять штрашбушата бегут. Давай. Помойочка кормит. В ребятке, в ребятке. Давай кулак. Всё, вы тоже? В ребятке, в ребятке. В ребятке. Помойочка кормит в ребятке. Пожалуйста. Это что такое? Чистон ИК. Звонок. Так это звонок. А что, он прям в коробочке? Прям новый, ребят, звонок. Ну, это чисто устройство, которое пищит. Звонок. Слушай, ну, его, наверное, рублей за 50 на барахолочке можно будет продать. В ребятке. Вот такой вот звонок. 50 рублей в копилочку. Улетели. О, ещё один. О, ещё плюс 50. В копилочку улетели. О, ещё плюс 50 в копилочку улетели. Три звонка 150 рублей. Новая коробка, ну, это 10 рублей. Это не будем считать. Считаем всё, что минимум 50 рублей стоит. О, ещё 50. Нифига себе. Так это уже 200 рублей, ребят. Четыре звонка в коробочках. Слушай, а может там вообще их целый ящик где-то припрятали? Не, ну вот это нормальная тема, ребятки. Кстати, зацените. Случилась беда недавно. Вот видос. Пизда-то выехали на помойку, ребятки. Пизда рулю. И багажнику. Раме. И вот здесь ещё тресек. А, ну, оно вырвало. Пиздец. Илюша за мной ехал, уебался вот в эту хуйню. Вот этой частью. И тут треснуло, а весом он, короче, на вот эту штуку. Его кинуло и погнулся руль. Перед комом он не ударялся, получается, чисто вот этой же частью. И вырвало багажник. Пизда. Тут Илюшечка на моей лайбе ехал. И у меня до этого багажник стоял вот так. Поломал мне раму. Вот тут, как вы видите, блин, рама треснула. Старый багажник вообще весь погнулся. Вот, его бы восстановить никак не получилось. Поэтому мне пришлось найти мастера, который мне по красоте заварил. Лучше, чем на заводе. В общем, примерно 13 тысяч рублей я потратил, чтобы новый багажник сюда приварить. Это с учетом алюминиевых трубок, пластин. Это на специальную базу мне пришлось ехать. В общем, ставьте лайк, ребятки, за такой багажник. Теперь он стал длиннее. Вот видите, фотка. Это вот до и после. Вот сверху приложил старый багажник. И видно, насколько мой новый багажник стал длиннее и прочнее и усиленнее. И теперь моя лайба стала еще мощнее. И на ней можно еще больше перевозить находок, ребятки. Так что все сложности меня только закаляют. И это очень круто. Я всегда, если что-то плохое случается, делаю только лучше после этого моей переделки. Кстати, инженерная мысль ко мне пришла. А сварщик все заварил. Все по моему сделалось проекту. Нифига себе, ребят, зацените, тут Илюха автоматов нашел в пакете. Скорее всего, они все рабочие. Вот за эту кучку автоматов продадим их за 100 рублей. Вот их купят. Вроде не дешевые автоматы какие-то. Может, ставили новые, более усиленные, а старые, которые более слабые, выкинули. Вообще, все целые, без следов какого-либо прогара. 100 рублей в копилочку. Помоечка дарит деньги. Див-автомат АД-2. Что это такое? Без понятия. О, тюк-тюк-тюк. О, кормилица. И я вижу уже от кальяна вот эти крышки верхние. Для каких-то штук. Это кто-то тут полутался и их оставил. Они алюминиевые. Ну, их по 10-20 рублей можно продать. Калаут или как-то называются они. Может, от них тут есть комплект. Наверное, до нас какой-то бомж порылся. Он их забрал, типа, на алюминий. Опа. Ножнички, смотрите. Ну, это 20 рублей. Это на барахолке, ребят, все продаем. На Авито мы не выставляем то, что 20 рублей стоит. На Авито выставляем что-то такое, что можно продать, ну, за пару тысяч. О, пакет с пакетами. Это на барахолке пригодится. Там постоянно пакеты просят, вот на рынке, где мы торгуем. Типа, у вас пакетика не будет. А теперь у нас будет, будут пакетики. Да не Галиковая кормилица. Вон, смотри. Легендарные напитки. Какой-то коньяк. Оставим бомжам на похмеление. А вот это что у нас такое? Конфетки? А, тут набор всяких приправ. Не, ну это нам не надо. О, доширак запечатанный. Ой, острый. Обалдеть, ребят. Вот такие находки я одобряю. Дошираки, вот. Я люблю доширак. О, открытка. Тут деньги когда-то дарили в ней. Не, ну доширак это топ находка. Это вообще бесценно. Это мы продавать не будем. Это мы схаваем потом. О, еще еда. О, пакет. Это на кухне, видно, уборку делали. Мука. Всякие остатки там. О, чечевица какая-то. Я хз, что это за такое? Такие макаронины. Ну вот кому надо, кто залезет сюда, может найдет, заберет. Нам это не надо. Я беру с помоечки все только самое вкусненькое. Я пропустил? Да ладно. Сегодня я невнимательный. Илюх, это пауэрбанк. Но он очень слабый. Шляпный пауэрбанк. Но его за 50 рублей купят, кстати. 50 рублей в копилочку. Вот такой гуэс написано, пауэрбанк. На сколько он вообще ампер? 2,5 ампера. Но это типа на один раз телефон зарядить и все. Кого? Сигара. Сигара? Нифига себе. Смотри, куба. Кубинская. Ребят, помоечка дарит то, что вредно для здоровья. Бомжам оставим. Вот тут топовый будет набор для какого-то бомжа. Ребят, зацените. Короче, вискарик и сигара. Вот это набор. И острый еще соус. Вот это набор для бомжа. Кому-то понравится. Такой нифига себе. Выпил, закурил сигару. И бомж любой почувствует себя боссом на этой помойке. Блин, у меня так велосипед загружен, что он прям хочет падать постоянно. Он реально перегружен, ребят, находками. Они всякие такие тяжелые. О, нифигасик. Так, что в этом пакете? Латунь? О, смеситель, ребятки. С резиновой вот такой штукой. Нифигас себе. Первый раз такое вижу. Прикольно. А это латунь или цинк? Сейчас проверим. Ребятки, это вроде бы цинк. А ну-ка, а лучше надо. Не-не, ребят, вроде латунь. Или цинк. Не пойму, блин, непонятно. Не латунь, а цинк, блин. Просто похоже на латунь. Походу из латуни уже не делаю. Здрасте. Надо вам? Я не беру цинковые краны. Он не латуньевый. Ну как раз у этого зависит. А, что по находкам? Вот чисто по металлу? Ну, не, не только и по породу. Ага. Сейчас уже вещи собираются из-подряд. Сейчас, наверное, морг тоже собираются. Угу. Обалдеть. Ну, это, может, мои подписчики собирают? Подписчики. Вот такую куртку, в принципе, можно продать. Я случайно выкинула. Да ладно. Ты вот так. Вы... Я бы вас отблагодарила. Вы... Я уже хотел ее забирать. Ну, бывает, ладно. Обалдеть. Я думал, заберу сейчас куртку на продажу. А мы вещи всякие собираем. Ну, на продажу там. Вот это эпик. Просто эпик на помойке, да? Тесно. Это не она выбросила. Ну, вон, представляешь, деньги. Вон, прям вот. Центы. Евроценты. Там есть что-нибудь такое цена? Всякие разные монетки. Я возьму тут... Украинские именно. Ну, мне вообще не пофиг. Целая коллекция разных монет. Тебе не он же монеты? Не, надо. Я тоже возьму. Обалдеть. Всякие 50 центов. Вот. Японские какие-то. Квадратные различные. Ну, попытаюсь их продать. Может, кто-то их на барахолке купит. Обалдеть. Вот это вообще красивая какая-то. Римская или какая? А, турецкая. О, Ментос. Первый раз такой Ментос нахожу. Есть. Тебя как зовут? Николай. Понял. Меня Влад зовут. Штребух. Привет. Так. Не падай, велик, блин. Так. Что там? Там что-то валяется. Wi-Fi роутер. Ого. Да ладно. Трехантенны. Обалденный. С блоком питания. Ребят. Трехантенный Asus. Модель RT-N66U. Две антенны есть. Третья сломалась. Но это ничего страшного. Два USB порта. Такой роутер стоит вот столько. Обалдеть. Денежки залетели в копилочку. Эрвик освежитель. Но без баллона. Но его купят. И второй. Сюда баллоны вставляют. Освежитель автоматически. По 50 рублей за штуку купят. Короче, 100 рублей. Неплохо. Ребят, вот это топовые изи бабки. Он такой тяжелый, блин. Обалденный роутер. Давно я не находил таких топовых роутеров в помоечке. Помоечка дарит связь. Ой, там пакет с гаунами. Ребятки. Кормилица. Наполнилась, блин. Мы по второму кругу сейчас уже едем по кормилицам. ПСГ. Какая-то кепка непонятная. Тесно купят ее за 50 рублей. Давай возьмем. Попробуем. Ой-ой-ой. Обалдеть. Ты видел, что у меня выпало? Наша сила. Коробочка. Коробочку возьмем на продажу. Смотри, кошелек это советский. Это еще 90-е. Прикинь, там даже он 5 копеек есть. Кошелечек обалденный, ребят. А деньги там есть бумажные. Зеркальце. Цена 4 рубля. Ребят, капец он целый. Он вообще в идеале. Вот только помыть. Это ж капец ралитетный кошелечек топовый. Охренеть. Я бы такой даже своей девушке подарил бы. Точнее жене. Ой, тут еще много всего советского. Прикинь. А это что такое? Вот коробка. Охренеть. Со всякой бижутерией, ребят. Со всякой советской бижутерией. Смотрите. Вот эта коробочка с вот этой бижутерией. Это все за нормальные бабки купят, чувак. Это рублей за 500 все купят. Кошелек рублей за 200 купят. Коробочку рублей за 50 купят. Там еще всякие какие-то фотокарточки. Ребят, смотрите. Ох, часы, прикинь. Часы. Часы заря. 17 камней. Сделано в СССР. Что за 17 камней? 17 камней написано. Номер часов 461083. Стоят такие вот столько на Авито. Проверим, заводятся. Ребят, они еще и механические заводятся. А ну тикают? Тихо. Ребят, они рабочие, они тикают. Охренеть. Вот это изи бабки. Я думаю, они тысячи полторы стоят, такие часы. А может больше? Золото? Нет, нет, не золото. Похоже на золотой крестик. Я думал золотой крестик. Ребят, какой-то кулончик. Охренеть. Чувак, вот это топ находки. Часы вот эти вот. Давай часы я в эту коробочку уберу. Всякие фотокарточки. Вот это все забирай. Кошелечек вообще топовый. Вот эти все фотокарточки вот. Открыточки. Вот смотрите. Это 74 год. Какое-то удостоверение. Это все могут купить. Вот так вот все забираем. В пакет складываем нафиг. И увозим на барахолку. Вот такие находки мне очень нравятся. Старые. Советские всякие. Би-би-би-би. Ри-би-би-би-би-би. Нифига себе. Новый асфальт положили. Приятно, конечно, по новому асфальту ездить. В ребятушечке. А еще приятнее найти топовые находки. В кормилице. Смотри, может тут хотя бы что-то будет. Вы нас с хаты бы. О, рулеточка. Ха. Трехметровая вообще целая. Пойдет. А есть тут еще что-то там. Ну, может техника там. Книжка какая-то. Ежедневник. Чуть-чуть исписаны и все. Металлическая ложечка маленькая. Вот это я возьму. Лимонная кислота. Акваморис какой-то. Что это вообще? А, глаза промывать. Обалдеть. А вот это вот ребятушечки. Что-то советское. УДЗ1. Вот это вот беру я. УДЗ1. А что вот здесь? Вот в этом пакете. Как будто тут много всего ценного. Смотрите. Обалдеть. Какой-то чехол кожаный. Это для перцовки или чего-то такого. Камуфляжный капюшон. Это что, какой-то охранник выкинул? Нифига себе. Абсолютно целое защитное стекло. И что, это на айфон что ли? Ну да. Ребят, тупо на мой айфон защитное стекло нашлось. Ха, капец. Вот это топчик, ребят. Так оно новое. Без единой трещины. Да, абсолютно новое. Охренеть. Тут походу какой-то охранник это выкинул. Потому что чехол для перцовки. Камуфляжный капюшон. И вот смотрите. О, да ладно. Ребят, вы поняли, кто это выкинул? Охренеть. А вот это резиновые вообще. Липучки ОМОН. Резиновые, ребят. Жесть. Я не знаю, получится ли это вообще продать. Тут может даже будет какое-то оружие. Ребят, я буду просто в шоке. Аптечка автомобильная. Использованная вроде бы. Смотрите, степлер. Вообще целый абсолютно. Рабочий степлер. Забираю. Его продать можно будет рублей за 50. Йод. В таком пакетике. Наколенник один. Интересно, а второй есть? Опа, вот тут что-то есть. Какие-то тоже препараты. О, духи, ребят, почти полные. А что за бренд вообще? Духи от бренда Велосити? А ну как они вообще пахнут? Вот такое. На барахолке рублей за 100. Вот это продастся баночка. О, походу кроссовки охранника. С концом дырявым тут. Или точнее не охранника, а человек, который в ОМОНе работал. Нифига, я сказал, что-то будет топовое. Ребят, фонарик ОМОНовца, который крепится походу на руль или оружие какое-то. Видите, тут крепление есть. Вот, яркий луч. Но он не включается. Может кнопка сломалась. Или просто аккумулятор сел. Ну, такой фонарик тоже рублей за 50 можно продать. Чуть изоленты. Вот здесь, ребят, никогда не находил пакет ОМОНовца. Ребят, смотрите, термос. Олимпус. Из стали термос. Вот это за 100 рублей продастся спокойно. Крем для обуви он даже есть. Крем для обуви купят. Много всего, конечно, полезного я тут нашел в этом пакете. Ничего тут больше нет. Вот еще. Пакет ништяков. Ребят, тоже, наверное, ОМОНовец выкинул. Так, смотрим. О, новые перчатки. Это мне по помойкам лазить. Охренеть. Сколько тут всего полезного. Это же военная кожаная сумка, ребят. Как-то походная называется. Подушат она, наверное. Но ее купят рублей за 100. А внутри даже много всего, ребят. Вот военный человек приехал, походу. И сразу выкинул все. Весь набор. Смотрите. Здесь куча ручек. Смотрите. Это что такое? Это компас. Ребят, кто шарит? Что вот это? И когда вот эта штучка крутится, стрелка, видите, меняется вот тут. Сантиметр. А, это такая рулетка, что ли. Обалдеть. Вот это топчик. Ребят, так это набор армейский, да, какой-то. Вот тут терка лежит, ручки. Что тут еще есть? Смотрите. Краснодарский край. Республика Адыгея. Карта. Краснодара. Линейка. Это что? Карандаши цветные. Салфетки. А вот и компас. Ребят, охренеть. Компас топовый. Адвентур бренд. Компас. Обалдеть. Капец странный набор. Набор какого-то разведчика. Военного. Охренеть. Компас. Это просто пушка. Сумку забираю. Вот так вот прям с ручками совсем. Сумку рублей за сто по-любому купят. Компас я себе оставлю. Пригодится в походах. Что здесь еще есть? Инструктаж по мерам безопасности при проведении занятий на высотной подготовке. Главное управление Росгвардии. Охренеть. Вот такое выкидывают. Документацию вот такую. Охренеть. Военный ремень кожаный, ребят. Смотрите, абсолютно целый. Шлепки. А это что? Брейк-клинер. Очиститель тормозов. Охренеть. Он полный. Ребят, кожаный ремень за рублей сто пятьдесят купят. Очиститель для тормозов. А ну. Охренеть. А он мне самому пригодится. Тоже буду что-то чистить. Себе оставлю. Кружечка металлическая. Ребят, это реально военный выкинул все. Полоски от комаров. Москитол это надо. Шеврончики всякие. Шлепки мне не надо. Шприцы. Какие-то платки. Зачем эти платки вообще надо? Охренеть. Это помойка, конечно, интересная. И находки тут. Какие странные ребятки. Стоим торгуем на барахолочке. Примерно за два часа я уже наторговал. Три триста. Вот они бабосики. Помоечка дарит кэш. А вот барахлишка, которую я собирал в видосах. Может узнаете. Какие-то находки, которые я находил, показывал. Вот оно все лежит. Вон стволы еще не купили. Фен вот этот вот, помню, находил. Ну, в общем, все. Вот это с кормилицы. Вот нашивочки ОМОН. Все здесь лежит. Еще пока не продалось. Все самое топовое уже продал. Еще осталось на Авито. Повыставлять находочки. Их попродавать. И там примерно тысяч 17 у меня плюс-минус выйдет. В принципе, помоечка радует. Дима тоже. Он стоит, торгует. Сколько ты, Дима, сделал? Уже, наверное, полторы тысячи. Полторы тысячи? С 7 утра мы тут стоим. Ну, за полтора часа. Пока я тут раскладывался. Ну, в основном зимнее, теплое все. Вот так все лежит, ждет своего покупателя, так сказать. Будем на рынке стоять где-то до обеда. Потом поедем стариться новым товаром. На кормилицу. Ну, а теперь подведем итоги по продажам за последнее время. У нас тут даже есть вот такая вот касса, в которую мы складываем продажи с помойки. Ну, и давайте посмотрим. Так, тысяча, две, три, четыре. 8 750 рублей. Было накоплено примерно, ну, за две недели. Некоторые находки продались на Авито, но большинство находок еще стоит на продаже. Ну, а барахолочка особо прибыли не принесла. Посмотрим, что будет дальше. Буду надеяться на помоечку, что она подарит намного больше денег. Но в последнее время особо не везет. Но это не значит, что помойка не дарит кэш. Все-таки она его дарит. И еще и кормит меня. Одевает и обувает. Продолжение следует...